всем здравствуйте приветствую вас на своем канале сегодня хочу продолжить как я и обещала то делаю второй расклад формате карты рук как я называю да и сделать такой расклад который опять-таки предложила татьяна ну-то немного раскладов предложила я говорил уже про это это не то что я выбираю именно ее есть другие расклады которые вы тоже предлагали но я говорила уже о том что я расклады выбираю в контексте своего состояния и сейчас видимо то ли мы с ней на одной волне то ли я не знаю как но вот мне эти расклады созвучно будут конечно же и расклады предложенные другими моими подписчиками я ну не предвзято отношусь здесь вопрос именно состояние чтобы уловить это состояние сделать вам расклад расклад называется как вы уже видели какие маски я ношу да мы будем рассматривать для чего и как их снять у нас будет как обычно три позиции 1 2 3 голубенький красненький зелененький камешек я выложила здесь по одной карте чтобы вот не двигать просто колоды туда-сюда по одной карте чтобы вам было понятно с чем мы будем работать здесь мы будем работать сразу со всеми колодами которые я выложила не не так что это вот первая позиция это вторая нет все колоды на все позиции поэтому вы выбираете по камешкам свою позицию вот это вот колода с такой рубашечкой это оригинал называется sol card 2 есть еще и первый так поставлю да видно чтобы вы видели коробочку есть еще sol card 1 это не реплика это подлинник почему потому что на просторах интернета есть реплика это карты с подписью данная вот без подписи вообще нет названий скорее всего я бы отнесла эту колоду больше каракульный но она действительно психологическая поэтому мы ее сегодня взяли вторая карта вот это вместе с глаголами это метафорическая опять-таки колода это все о нем в зеркальном отражении вы видите не хотела сегодня взять женский вариант взяла мужской дальше вы видите две реплики это театр кукол поэтому именно такая рубашечка да в подлиннике совсем другая и танец шамана колода логинова это тоже реплика вот такая вот у нее рубашечка это то с чем мы будем сегодня работать ну надеюсь вы увидели потом в работе еще посмотрите я предполагаю что мы сегодня с вами сделаем психологический такой сеанс не знаю насколько он получится не знаю насколько удастся вот но посмотрим посмотрим какие маски мы с вами носим так надеюсь вы определились мы уберем вот эти вот камешки и у нас с вами будет позиция номер один голубенький камешек и мы приступаем гультики наши какие маски я ношу я вот еще по одной карте так девятка эмоции поставить ровно а вот так у нас будет ровно да так будет ровно арка называется радость интересная маска маска счастливого человека до радостного человека который наполнен вот здесь прям все радуга да весь спектр разных эмоций девятка кубка да я наслаждаюсь жизнью я парю интересно а почему это маска да и почему у нас здесь маска такого радостного счастливого человека ага здесь есть некая такая одержимость да и надежда смотрите сейчас у вас есть я эти карты потом уберу просто не уточняющие сейчас у вас есть какая-то идея фикс на которую вы хотите получить вы надеетесь что все у вас получится и поэтому вы переполнены эмоциями на так но скорее всего вы по одержимости да здесь у вас могут проходить какие-то страхи и сомнения что а вдруг не получится вот но мы хотим верить во что-то хорошее позитивное лучшее да поэтому и пребываем в таком состоянии я бы сказала эта маска до такой нейтральной установки что ну получится хорошо не получится ладно значит так и должно быть да поэтому чтобы скрыть какие-то свои волнения страхи по поводу реализации какой-то какого-то своего желания да какая-то у вас есть надежда на что-то и поскольку вы были два великих аркана да вот то чем вы сейчас одержимы да и боитесь что вдруг не реализуется это для вас очень очень важно хорошо давайте мы еще посмотрим раскуроваем да вот эти может быть нам покажут эмоции до либо вы покажет еще какую маску сейчас вы носите всегда помню в контексте момента здесь и сейчас какую маску вы носите да нет вот аркан солнца тоже выпал смотрите какая красивая колода так две секунды я пойму как в кадре ровно чтобы они стояли потому что так как-то под наклоном у меня идет я хочу чтобы было ровно чтоб я могла ровно ставить так сюда подвину так надо да вот так вроде надо хорошо маска маска солнечного человека смотрите как пересекается да здесь девятка эмоций радости наслаждения а там маска солнца человека у которого начался новый этап да что-то такое радостное что-то такое счастливое здесь он как будто бы ну радуется приветствует что-то новое что-то такое произошло вашей жизни на что какое-то новое начало и я так могу предположить сразу да что вот вы радуетесь помните мы вначале вытаскивали одержимость и надежда органы как будто бы вы знаете надеетесь на что-то новое которое должно зародиться вашей жизни и вы этого транслируете по крайней мере маску человека который либо переродился либо начал какой-то свой новый путь до новое начало либо человек который понял и осознал что-то своей жизни и вот знаете как будто бы начал жить для себя радоваться как-то своей жизнью так хорошо давайте мы посмотрим и на метафорических картах еще какую маску вы носите так ну вот смотрите и я вытащу один глагол наслаждаться вот видите прям я вытаскиваю случайно но случайности не случайно да то есть здесь тоже карта показывает как подтверждение на мы видим здесь мужчину который находится на плоту деревянную который половина потопила до накрыли эмоции да здесь вот прям маска ну вроде бы хорошая маска да но вот что-то такое есть потому что это само слово маска да вот это вот меня немножко напрягает то есть маска как такова это она позитивная она достаточно хорошие до человека который наслаждается но опять-таки если посмотреть на эту карту мед прям на эту карту да вот как-то вот нереально да вот что то есть неестественное да ну человек не ходит по морю по крайней мере а здесь вот как-то вот он парит на не не ходит по земле здесь опять-таки нету нижней части у человека то у меня такое ощущение да что это вот просто все ваших фантазиях это вот то идеальное которое вы бы хотели получить то то есть по факту на самом деле нету нигде земли нету нигде никакой опоры то есть это ваше либо предположение либо ваши какие-то ощущения да ну прекрасно если носите на данный момент маску счастливого человека даже намного лучше чем маску какого-то несчастного до страдальца но опять-таки не забывайте что это все-таки маска ну давайте мы посмотрим с вами для чего вы одели эту маску то есть это действительно тогда либо это либо это все-таки маска и за этим что-то скрывается для чего вы одели так видно давайте отодвину вот так вот подвинем наверх чтобы все видно было все карты на вопрос для чего водили здесь идет какой-то момент обучения да здесь вот змея она не идет для меня в контексте именно врага какого-то да а для меня наоборот этот эта карта говорит смотрите у человека здесь и глава гори да то есть приходит какие-то идеи он сидит в позиции такой достаточно расслабленный да и вот здесь как будто бы ну человек созерцает да вот общается это внутренний какой-то диалог эта карта мне наводит на мысль о том что вы эту маску одели для чего это какая какое-то некое знаете обучение что ли какой-то вот внутренний у вас процесс идет внутренний диалог развития да то есть вы как будто бы находитесь на каком-то действительно новом этапе на новом витке до своего развития а вот и теперь смотрите масочка да как раз таки под слова наслаждаться смотрите какой аркан выпал да когда человек выставляет руки до впереди себя как некая такая защита да он кричит у него в душе то есть вот вот это вот знаете интуитивное ощущение того что вот это вот все это внешне да это все показатель что все таки у меня все хорошо а в душе есть что-то когда с одной стороны вы понимаете что вы проходите какой-то обучающий момент да опыт какой-то внутренний и вы понимаете что через этот опыт вы вырастите но в душе вы кричите вы боитесь ощущение того что вы закрываетесь от своего собственного счастья да вот ту маску счастливого человека что вы одели на самом деле вы этого боитесь я не знаю как вам объяснить почему то есть какая взаимосвязь но здесь вот у меня чисто интуитивно что вы как будто вы знаете вот вам показывает до вселенная показывает мир что да вы можете быть счастливым человеком вы можете получить все что вы хотите на вам доступны эти эмоции но вы закрываетесь здесь дикий страх да не приходи ко мне мне эта карта очень напоминает ребенка который находится в самолете да вот внутри и вот эти вот окна да как иллюминат или как они там называются в иллюминатор и вот ребенок обычно они язык всегда показываю там прислонился и смотрят и вот здесь вот как будто бы не знаю вот это ощущение страха ограниченности до какой-то вот посмотрите как яйцо ограниченность то есть здесь человек боится да он ограничен но он понимает что вот какие-то изменения идут да то есть он уже сюда не помещается да идут грядут какие-то перемены какие перемены идут перемены счастья а он почему-то этому сопротивляется давайте посмотрим еще и сюда выложу одну карту для чего вы носите ну вот вот смотрите грядут два варианта либо какие-то новые отношения для кого для кого актуально да действительно любовный аспект потому что здесь аниме анимус и аниме да они вот две противоположности соединяет вот видите как виде сердца либо отношения какие-то грядут либо вы знаете как будто бы пришли дошли до такого момента если мы говорим это обучающий момент единение себя и вы пришли именно в этот момент и начинаете получать какие-то вот плоды гармонизации действительно удовольствие наслаждение от жизни но почему выпадает сюда страх по причине того что у вас такой модели не было вас такой модели не было ранее и вы не знаете то есть если бы я вам сказала как вам выжить в страданиях вы бы мне ответили а здесь вот в радости как говорится в счастье да я не знаю мне страшно я боюсь я не боюсь счастья а я боюсь как я буду жить в этом состоянии давайте мы еще посмотрим да некое такое подтверждение на колоде логинова для чего вы носите маски на чего вы носите ну вот видите хитрость смотрите видно да семерка мечей семерка мечей и мы здесь видим некую такую ловушку и вроде бы она сделана вот прям над куклой да над марионеткой но человек не обращая на нее внимание он наступает самостоятельно на ловушку он даже не видит не кто ему эту ловушку сделал да и тех вот волков здесь волки нарисованы до тех врагов которые за ним охотятся то есть по сути он как будто бы готовит ловушку для кого-то другого и сам в нее попадает и поскольку здесь полумесяц старое это вот какой-то старый сценарий старый сценарий для чего вы одеваете да это вот ваша с ваш самобанда ваш привычный сценарий и вы в него сами и попали и вот у нас выпадает здесь так это девятка либо десятка девятка мечей на страхи страшно вот видите как подтверждение девятка мечей страшно и опять здесь видите змей на так же как и здесь я боюсь я боюсь что вот эти вот сталактиты или сталагмиты не помню разницу в них одни снизу вверх растут другу и сверху вниз вот эти вот воды бессознательного что они сейчас упадут и разорвут мою плоть человеку страшно человеку страшно быть счастливым понимаете вот король педакли стабильность стабильность некую то есть вы хотите не такое ощущение что если кто-то хотел отношений настоящих серьезных то у вас появится шанс именно встретить такого человека для серьезных отношений вы этого боитесь если кто-то хотел иметь стабильный заработок да такой вот достаточно хороший финансовый поток то у вас это будет и вы этого боитесь почему потому что это все привнесет вашу жизнь какие-то перемены понимаете вот чего вы обойтись изменений да вам здесь вот такое волшебный момент вашей жизни когда фея смахнула палочка волшебные сказала вот все твои желания реализуется и вы гоп и испугались вроде бы когда хотели хотели его понимали что это никогда с вами не случится потому что хотелки ну редко когда сбываются если они не становятся целями чтобы что-то сделать для них они только мечтах остаются а тут это вдруг коп и реализовалась и вы испугались а как а как я буду дальше жить да что я дальше буду делать и вообще-то следующий вопрос у нас звучит как снять эти маски а я хочу вас спросить а надо ли вам снимать эти маски да но в принципе маска счастливого человека нужно ли снимать и потом мы посмотрим как и снять а нужно ли снимать так пробуждение да конечно конечно так давайте скользят карты так сюда поставим и вот сюда его ставить видно да надеюсь вам видно пробуждение нужно ли снять да нужно снять нужно пробудиться и не быть скорее всего таким идеальным да вот радостным счастливым а кем нужно быть кем нужно быть тогда разрушение смотрите да мы говорим про маски нужно ли снять да конечно нужно разрушить что здесь нужно разрушить вот вот это вот игривость до разрушить формат такой знаете неестественно что вот вы слишком уж радостный здесь где-то наигранная вот эта радость да и люди видимо считывают с вас то что вот неестественной до не свойственно вам то ли вы всегда были серьезными а тут радостные радостные и прямо счастливые и всем довольны и но вот что-то чувствуется да какой-то подвох в этом деле хорошо мы поняли что нужно снять маски а как их снять сюда вот давайте посмотрим на метафорических картах все таки психологически я планировала сделать такой сеанс до расклад как снять эти маски как снять маски хорошо светлые карты а то на темном фоне бы они не видели смотрелись вот это метафорический карты каждый из вас может найти ответ для себя если вы будете смотреть да то есть я сейчас вам подскажу но у каждого может быть что-то свое дополнительное и выйдет мы возьмем вот глагола вот прям перед вами буду вытаскивать чтобы не было такого что подумали что я что-то сделала так заботиться вот изменить изменения так и ревность ну смотрите как хорошо прям вот описывает только я не совсем понимаю хотя смотрите если в контексте взаимоотношений до ревность здесь прям смотрите мужчина превращается в дракона до животные инстинкты пробуждаются да то есть уметь управлять своими животные инстинкты это что это на эмоций да это наши предсознательны то здесь вам нужно будет как снять научиться контролировать и муция помните у нас все вот прям радостные такие счастливые вот эти вот карты первые выпадали эмоциональные то есть первое что вам нужно сделать научиться управлять своими эмоциями что значит управлять своими эмоциями чутко осознавать что когда В вашей жизни появляются какие-то эмоции Либо в плюс, либо в минус Они всегда будут по закону справедливости Выравниваться То есть если вы очень много радуетесь То имеете ввиду, что будете переживать Не потому что вы плохой человек Либо там что-то сглазили Просто все должно быть В гармонии и в равновесии Поэтому вам нужно научиться Не включаться Эмоционально По мере возможности А быть в таком, знаете В фоновом состоянии Я не говорю быть холодным А я имею ввиду в фоновом То есть в таком, знаете, спокойном Счастливом, когда вы наполненный человек Для этого не надо выпячивать Прыгать, как здесь у нас было В самом начале Не надо вам скакать И на пока что Вот, посмотри, сегодня у меня хорошо Я такой радостный, мне сегодня подарили цветы Либо еще что-то Я прям божество Такое счастливое, нет, вот этого делать не нужно Нужно научиться управлять своими инстинктами Потому что, когда гормоны играют Мы потом, ну, жалеем Почему? Потому что изначально, помните У вас все-таки Сейчас у нас здесь король педакли А у вас изначально выпадал император Да, если я не ошибаюсь Где-то, хотя могу и ошибаться Некий такой контроль Поэтому, как снять Первое, научиться управлять своими эмоциями Это очень важно Карта изменять Измен Я бы сказала Изменений Не изменять Ну, хотя здесь у кого как Может быть для кого-то и перестать изменять Да, потому что это что-то вызывает Некую такую ревность То есть, опять-таки, если в контексте взаимоотношений Не отталкиваться Не уходить Не закрываться от партнера И не показывать Что вот Есть в моем пространстве какие-то люди С которыми я мог бы тебе изменить Вызывая в человеке некую такую ревность А если мы говорим В контексте себя То здесь вот у меня такое ощущение Что вот нужно немножечко себя изменить Не изменять, а изменить В контексте того, чтобы попросить о помощи Да, то есть уметь просить о помощи Если дают эту помощь, принимают Да, и вот перестать делать вот это вот Все, я сам, я сам, я сам Здесь как будто бы нужно научиться Взаимодействовать с другим партнером И вот здесь вот карта как раз-таки заботится Она про это показывает Да, и говорит про Атланта, который держит небо И маленького мальчика, да, аналогия Большого с малым, да Как наверху, так и внизу Научиться проявлять заботу К самому себе и в первую очередь И потом уже вторично к другим людям То есть вот здесь вот Вот эта вот неискренность эмоциональная, да Когда вот все у нас хорошо, все идеально Вот оно начинает немножечко раздражать От других людей, я так понимаю Потому что для чего человек вот показывает Вот эти все эмоции, да Для того, чтобы соответствовать Какому-то образу, показать, что у меня все хорошо Так вот, может быть, не стоит показывать Эмоции другим людям, да А есть какие-то другие ценности Другие качества, которые необходимо показать Например, заботу, да Когда взрослые заботятся о своем ребенке В данном случае, да Позаботьтесь о самом себе Протяните руку помощи Чтобы вот ваш внутренний вот этот вот мальчик, да Не превращался в драконов То есть не драконьте его, да Как говорится на жаргоне, да То есть не злите, не раздражайте Не выводите себя на эмоции Зачем это надо, да Вам потом это не выйдет в облако Поэтому здесь вот у нас и выпадало внизу, да Карта разрушения Пробудитесь Пробудитесь Перестаньте быть вот этими вот Наигранной вот этой вот радостью Уберите ее Лучше позаботитесь о себе Вот как-то так Как-то так Не знаю, что вышло из этого эксперимента, да Вы мне скажете Сейчас я две секунды соберу карты Они все такие разношерстные по размерам Где-то какие-то большие Где-то какие-то маленькие Так Забраковала или не Ваши маски такие позитивные Вроде бы все хорошо-хорошо А что-то вот мне интуитивно Не пошли ваши позитивные вот эти вот состояния Что вы транслируете Хорошо Так, отодвину Вот у нас была первая позиция Так, видно? Видно? Да И мы с вами переходим к позиции номер два К красненькому камешку Сюда вот камешек Так, отодвину, чтобы еще и не мешало Чтобы видно было Что-то позиция ушла Так И давайте посмотрим Какие маски вы двоечки носите Так Какие маски вы носите? Упертость Так Все-таки мешает Карта упертости, да? Человека, которого Либо вы Упираетесь в чем-то Да? Либо наоборот Вас надо Подталкивать Карта магии Ладно, вытащу еще одну карту Карта пути Очень созвучно с упертостью Вот смотрите Такое вот ощущение Что вы транслируете Как маг, да? Я человек Я Который все могу Да? Я жонглирую Всеми стихиями Я знаю, как Я могу управлять То есть у меня есть все способности Я получаю По крайней мере могу У меня есть потенциал Да? Делать все то, что я хочу Но Это вы транслируете Но почему-то По факту Вы не получаете То, чего вы хотите Да? Как-то вот не складывается Ваш путь И приходится Либо вас подталкивать С одной стороны Да? Упорство прикладывать А, упертость Я сказала в самом начале Упорство Прикладывать какие-то Силы То есть знаете Какая-то вот несостыковка С одной стороны Мак, он все может Он может делать все легко И просто и быстро А здесь как будто бы Надо вот подталкивать Да? Прикладывать какие-то усилия Для того, чтобы Либо вы пошли По своему пути Либо вы встали На этот путь И в вашей жизни Все Стало развиваться Вот здесь у меня Такое ощущение Здесь очень много На иголочках Да? Вот этих вот Бумаг висит Как будто бы Знаете Некие такие планы И человек Ну не знает еще Что Что ему выбрать Да? Как определиться Вот Какой путь Выбрать? А поскольку У вас еще нету Четкого определения Да? Куда вы хотите Что вы хотите Вы как будто бы Себя вот подталкиваете Да? Вот в данной Маркане Вы не человек Для меня А вы вот эта вот Маленькая Лошадка Которая здесь Изображена Да? Которая нужно Подталкиваться Она не идет Не движется вперед Хотя лошадка Здесь на колесиках Да? Почему не двигается Вперед? Вообще она идет В прошлое Да? Налево Вот Ну поскольку Зеркальное отражение Может быть у вас идет Направо Не знаю Идет в прошлое Почему? Потому что Нету пути То есть Ну здесь еще не выбран Вы еще не выбрали В каком направлении Двигаться Нету мотивации И поэтому Нету движения Вот И какую маску С одной стороны Да У меня все хорошо Я волшебник Вот А по факту В принципе Нифига Я и пока еще Не Ну Не волшебник Хорошо Какую еще Маску вы носите Давайте вот мы На метафорических Картах посмотрим Так вот отодвину Чтоб места было побольше Я могла вытащить Еще карты Да Перевернутая Так Какую еще маску Мы носим Вот прям видите Я люблю когда Арканы Совпадают И сейчас я вам Вытащу еще и глаголы Под эти Карты Чтобы вы могли Так Опекать Картинка Чтоб сложилась Благодарить И Радоваться Вот теперь смотрите Какую маску Вы еще носите Ну Человека благодарного Да Потому что Выпадает Вот здесь Под мага Да Конечно же Я маг Я волшебник Я все могу Мне все получится Да Я сильный Такой Я могу Я хочу Получить Какие-то изменения Потому что Здесь бабочка Да Перемены Но медведь Он такой Достаточно Сильный персонаж Плюс ко всему Самые Ну в животном мире Ассоциация с материстом Это всегда Медведица Медведица Она самая Такая заботливая Мама считается Да У нас здесь Выпал аркан Опеки Карта опеки Да То есть Опекать Заботиться И Карта опеки У нас Выпала Как раз таки Под Упорство То есть Здесь Как будто бы Какие еще маски Вы носите Да Как человека Который знаете Не идет Своим путем Да Потому что Я не могу Определиться Но мне легче Опекать другого Да То есть Я вот для Вот в этом В этой карте Да Вы у меня Вот этот вот Король То есть Для кого-то Вы являетесь Вот такой Большой Значимой Фигурой Как здесь Медведь Но это Лишь видимость Это маска Почему-то На самом деле Вот такой Маленький Человечек Который Вот здесь Нуждается В определении Своего пути А поскольку Я не могу Определиться Самостоятельно В своем пути Вот Только я Лучше буду Опекать Других людей Да Я вот Как-то Что-то Буду Делать Для Другого Человека Вот здесь Вот прям Вот в этом Вот в этой Карте Вы для меня Вот какой-то Этот вот Дедушка Да Который держит Ключ Радоваться Да То есть Ну здесь Он уже Как будто бы Нашел решение Да Прямо Попадает Выпадает Под этой Под этим Арканом Пути Да То есть Здесь еще Человек Не определился Со своим Путем А здесь Он уже Решил Уже Держит Вот ключ И передает Знания Другим Людям Вот здесь Вот у меня Такое ощущение Что вот В этом И заключается Ваш Путь В умении Передавать Какие-то Даже Знания Не знания Я бы сказала Не про знания А вот именно Про заботу Да Про внимание Потому что Безусловно Он рассказывает Сказки Здесь Ну Следующему Поколению Но он делает Это как-то С любовью Да Здесь больше Вот у меня Так выражается Забота Этого человека Поэтому Ваш путь Он выражается Как раз таки В заботе Но пока Вы еще Это не нашли Не вышли На свой путь Вот И Поэтому Одевайте Вот Маску Некого Такого Мага Который На самом Деле Вот здесь Он маг Да Волшебник Но пока Вы еще Не Дамаг Ну Мне так Хочется Сказать Для чего Вы это делаете Да Почему Вы выходите Не Дамагом Вот посмотрите Так Вот так Наверное Не будет Видно Низу Я поставлю По карте Большие Вот сюда Вот смотрите Человек Который Для чего Вы носите Маски Фатозер Посмотрите Фатозер У него Вокруг Головы Сколько Солнца Сколько Энергии Сколько Света Человек Который Созерцает Человек Который Мечтает То есть Для чего Вы носите Маски Потому что Вы больше Фатозер Чем практик То есть Вы человек Больше Который Живет В своем Каком-то Мире Мечтаете Ну Мечтать Приятно Мечтать Легче Здесь Не нужно Вкладывать Каких-то Сил Это Не Трудно Для чего Для чего Опять-таки Подвину Для чего Вы носите Маски Ну Потому что Смотрите Вот здесь Смотрите Как хорошо Прям вышла Карта Благодарить Вот так На медведя Я поставлю Чтобы глагол Был виден Вот И у нас здесь Посмотрите Какая Заботливая Женщина Так Где-то Отсвечивает Да Ну Блестит Закрою Нет С какой С какой Стороны Вот С такой Вот Посмотрите Да Женщина И вот здесь Она как будто бы Этот коралл Держит Да Вот прям Энергия А именно От Самой Нижней Чакры Да Как раз Таки Первая Чакра У нас И ответственна За Выживание За базис И вот здесь Принято Да И посмотрите Здесь тоже Человек Как будто бы Думает Да Он фантазирует Но Все-таки В голове Проходит у него Процесс Да Некий Такой Рационализм А Не видите А правый глаз У нас как раз Ответственен За наше Бессознательное За наше Воображение Фантазии Вот Могу сказать Даже за нашу Интуицию В какой-то Степени То есть Ощущение Того Для чего Мы маски Вы хотите Как будто бы Показать Людям Что Вы Такой Достаточно Ну Рациональный Человек Да Приземленный Вот Хочется Сказать Вы Приземленный Человек А Это ведь Иллюзия Это ведь Иллюзия На самом деле Вы Вот Такой Знаете Ну Фантазер Вы мягкий Человек Вы чувствительный Человек Да Вы действительно Заботливый Человек А хотите Как будто бы Казаться Таким Знаете Ну Как он называется Достигатором Да Человеком Который Ставит Как-то цели И куда-то Идет Да Что-то Получает Но это Не ваша Природа Ваша Природа Это творчество Ваша Природа Это Созидание Это Творение Чего-то Да Это Бессознательная Работа Со снами То есть Вот здесь Ну Другая Ваша Природа А вы Как будто бы Хотите Все это Ну Быть Похожи На Других Рационально Давайте Давайте Посмотрим На Другой Колоде Что Она Нам Скажет Для Чего Вы Одеваете Вот Эти Маски Такое Вот Знаете Вот Этого Мага Для Чего То есть Если бы Здесь Вышла Королева Кубков Я бы Сказала Это Ваша Природа Вот Для Чего Для Чего Вот Видите Посмотрите Это Пятерка Жизлов Если я Не ошибаюсь Да Вот Люди Конфликтуют Для Чего Конфликт Разрыв Чтобы Не Конфликтовать Чтобы Не Конфликтовать С другими Людьми То есть Я готов Делать Все Что Мне Просят Туда Куда Меня Толкают Сподвигают На То Что Нужно Сделать Допустим Я не знаю Работать Где То Чужого Дядю А Мне Хочется Создать Как-то Свой Бизнес Собирать Браслетики Ну Потому Что Это Моя Природа Вот Чтобы Не Конфликтовать Чтобы Не Ругаться Мы С Другими Людьми Мы Угождаем То есть Есть Ущение Того Что Вы Хотите Угождать Другим Людям Для Чего Это У Нас Пожезлов Человек Который Коммуницирует Для Того Чтобы С Ним Дружили Хочется Сказать Для Того Чтобы Люди С Ним Общались Для Общения Во Время Общения Тогда Вы Одеваете Эти Маски Конечно Когда Вы Сам Собой Кому Обманывать Не Надо То есть Когда Вы Коммуницируете Выпадает Королева Жезла Которая Как раз Говорит Нам О том Что Хочу Реализоваться Видно Вам Надеюсь Хочу Реализоваться Хочу Быть Каким Независимым Человеком У меня Сразу Хочется Сказать Да Блин Это Не Вы Это Не Вы Это Не Ваша Природа Королева Жезлов Безусловно Она Тоже Интуитивная Она Такая Яркая Но Сложно Вам Коммуницировать Вы Не Тот Человек Который Легко Выходите На Общение Разговариваете На Одну Тему С Ними Туда Конечно Ж Здесь Вы Можете Открыто Говорить Показывать Себя Потому Что Это Люди Единомышленники Но Социум Вас Очень Сильно Напрягает Для Чего Вы Носите Для Того Чтобы Казаться Тем Кем Вы Не Являетесь На Самом Деле Королева Жезлом Я Независимая Я Такая Общительная Я Человек Запросто Могу Выйти Замуж По Договоренности Разве Это Про Вас Если Вы Не Любите Если Вас Не Переполняет Эмоции Никогда Двойки Не Выйдут Брак По Расчету Это Не Для Вас Даже Если Вы Это Сделайте Для Других Людей Чтобы Им Угодить А не Себе И Вы Будете Мучиться Но Это Не Ваша Природа Хорошо Давайте Теперь Посмотрим Как Первой Позиции Вот Чтобы Как Вам Снять Вот Нет Я Сделаю По Другому Потому Что Мне Так Не Нравится Я Подниму Вот Эти Карты Все Наверх Чтобы Ничего Нас Не Не Смущало Вот И Поставлю Сюда Чтобы Видно Было Ничего Не Открыкало И Вытащим Глаголы Тоже Чтобы Они Нам Помогали Немножко Как Снять Как Снять Маску Нужно Увидеть Посмотрите Увидеть Вот Свою Внутреннюю Красоту Вот Здесь Смотрите Здесь Луна Нарисована Видно Да Вот И Она Выходит Вот Как Раз Так Из Сердца Этого Мужчина Его Эмоции Переполняют Да То То Как Снять Маски Нужно Увидеть Нужно Увидеть Свою Красоту Вот Это Вот Внутреннее Состояние Кто Вы Есть Принять Вот Это То Что Непонятно Другим Людям Да Но Это Понятно Вам Это Ваше Состояние Да Это Ваша Жесть Поэтому Что Ещё Нужно Сделать Как Вам Снять Маски Вот Там У нас Дедушка Который Сказки Рассказывает А Здесь Вот Семья Посмотрите Пришёл С войны Мужчина Раненый Да Здесь У него Этот Щит С мечами И какой Глагол Мы Вытаскиваем Действовать Так То есть Он Здесь Действовал Действовал И Что Изранился Понимаете Стали Вы Действовать Так Как Вас Спросили Так Как Вы Хотели Да В этих Масках Чтобы Угождать Другим Людям Ну Вот И Изранили Себя Потому Что Здесь Вы Мне Вы Выпадаете Не Как Женщина А Вот Именно Как Этот Мужчина Израненный Который Действовал Действовал Вот Посмотрите И здесь Также С поломанной Рукой Да То есть Залечить Своей Раной Как Снять Маски Да Перестать Быть Тем Кем Вы Не Являетесь Что Здесь Расти Да Расти Но Рост Не Как Робот Да А Рост Наверное Скорее Всего Как Нормальный Человек Да То есть Ваше Развитие Оно Не Так Как Вам Здесь Говорят Толкают Вас Вот Как Лошадка Была Да А Наоборот Расти Взращивать Свою Природу Да Увидеть Самому В первую Очередь Вот Эту Красоту Внутреннего Мира Которая У вас Здесь Присутствует Ну Давайте Еще Одну Карту Вытащим На этой Колоде Вот Посмотрите Вот Вам И Человек Сознанием Смотрите Он Левую руку Да Левая рука У нас Принимающая А правая Вот эта Вот С обнем Она Всегда Дающая Он С благодарностью У вас там Выпадал Медведь Помните Который Умеет Благодарить Передавать С любовью С благодарностью Те Знания Не Путем Целеполагания Менеджмента И Всего Такого Это Не Вы У вас Природа Интуитивная Да Вы Живете В потоке По Луне Циклично Безусловно Где-то Непонятно Где-то Неопределенно Но Это Вы Это Ваше Состояние Бессознательного Дарите Себя Увидьте Вот эту Красоту И дарите Эту Красоту Души Так Как Вы Хотите А не Так Как Вам Показывают И указывают Другие Люди Так Вот такая Вот у меня Была Вторая Позиция Так Соберу Разношерстные Карты Они Какие-то Большие Какие-то Маленькие Надеюсь Вам Вот такой Психологический Сеанс Как я его Назвала Поднравится Не знаю Напишите Я люблю Всегда Экспериментировать Вот Кстати В контексте Двоек Вот Я тоже Не люблю Быть Похожей На Кого-то Я люблю Быть Собой Такая Какая Я есть И в этом Уникальность И вам Такого Желаю Так Отодвинем Хотя мы Можем Вот эту Тушь туда Убрать Чтоб нам Место Было И мы Переходим К позиции Номер Три К зелененькому Камешку И мы Начнем Вот с Колоды Логинова То есть Здесь Каждый раз По разному Я уже не помню Какая Как по порядку Поэтому Начинаю Так как идет Какие Маски Троечки Вы носите Опять Тройка Педакли Выпадает Другая Колода Почему я говорю Опять Потому что В предыдущем Раскладе Тоже У нас Упадала На вас Тройка Педакли Ага Вот так Человека Который Что-то Строит Человек Который Что-то Делает Куда-то Вкладывает Свои силы Человек Маска Да Какая У вас Это Туз Жезлов Человек Человек Который У которого Есть Амбиции Желания Жизненная Такая Энергия Да Какой-то Новый Шанс Человек Получил На Подстроение Чего-то Нового Еще Какая Маска Вот вы Идете К своей Мечте Аркан Звезды Красивая Эта колода Я ее Очень Люблю Так Маска Человека Который Движется К своим Мечтам К своим Надеждам Как-то Хочет Реализовать Такого Знаете Человека Амбициозного Яркого Так Давайте Мы дополним На Колоде Театр Кукол Какую Маску Вы еще Носите Ну вот Холодный Здесь Вот Отстраненный Человек Человек Который Знаете Даже Не то Чтобы Отстраненный А направлен На реализацию Своих Каких-то Мечтаний То есть Видите Здесь Девушка Плывет Вот Именно К своей Звезде И здесь Мне Это Почему-то Птица Напоминает Феникса Как Перерождение Туз Жезлов У нас Тоже Говорит На Шанс Что-то Новое Начало Новое То есть Как будто Вы По Тройке Пятакли Оттачиваете Своё Какое-то Мастерство Либо Выстраиваете Какой-то Новый Фундамент И вам Был Дан Шанс На Это И вот Вы Как Переродились И идёте К этой Звезде Это Маска Напоминаю Для тех Кто готов Здесь Порадоваться Ура Наконец Таки Это Маска Хорошо Так Обмен На Тройку Пятакли Я всё Выше и выше Поднимаю Потому что Ещё Карты Будут Здесь Так Выпадает У нас Обмен Двойка Кубков Двойка Эмоций Какую маску Что вы готовы Как-то взаимодействовать Смотрите Здесь трое Человек Вместе Строе А здесь Двое Вы готовы Это маска Гармоничного Человека Который Готов Взаимодействовать С другими Людьми Мне хочется Сказать А как По факту А по факту Смотрите Двойка Ума Выпадает То есть Это не игра Это Здесь Две куклы Играют Шахматы Кто Кого Переиграет Игра То есть Здесь Всё продумано В маске У вас Вы как будто Бы открыты Искренне Чистые На Вот Я с тобой Поделюсь Мужчина Дает Женщине Кубок Женщина Принимает Такая Радостная Тоже Дает Здесь А на самом деле Двойка Ума Кто Кого Переиграет А ну Давай Мы Попробуем Какую Партию Мы С тобой Выстроим Интересно Хорошо Еще Какую Маску Вы Носите Вот Здесь Вот На Ту Жезлов На Начало Самоанализ Да Что-то Вы Рассматриваете Да Как будто Вы Готовы Это Девятка Да Что-то Вы Там Рассматриваете Анализируете Видимо Какой-то Прошлый Опыт И В соответствии С этим У вас Появилось Новое Желание Двигаться Куда-то К своей Мечте А здесь Тройка Эмоций Насыщенность Да Здесь Тройка Педакли А здесь Тройка Эмоций Ну То есть Я Переполнен Эмоциями Радостной Такой Счастливой Вот И Двигаюсь К своей Цели Вот Какая У вас Маска Да То есть Я И готов Взаимодействовать С миром С любовью Гармонии Идти Как-то В новое К своей Мечте Вот Такая У вас Помнишь Что это Маска Потому что На самом Деле Вы Не Столе Открыты Не Столе Открыты Давайте Посмотрим Для Чего Для Чего Вы Носите Вот Эту Маску Человека Который Идет Но Мы Помним Всегда Тройки У нас Стагнирует Вот Потому что Страхи Вас Останавливают В движении Но Все равно Для чего Вы носите Вот эту Маску Человека Который Создает Бурную Деятельность Того Что Я Движусь Что У меня Есть Возможности Я Что-то Уже Предпонимаю Я Уже Радостный Наполненный Для Для Чего Вы Носите Маски Я Конечно Не Волшебник Но Вот В этой Голоди Эта Карта Это Вот Прям Смерть Это Я Почему Я Улыбаюсь Потому что Тройка Всегда Выпадает Либо Дьявол Либо Смерть Аркан Перерождения Смерть В контексте Древа Жизни Это Аркан Который Говорит О том Что У вас В сознании Должно Произойти Изменения Смерть Это Не Завершение В физическом Плане Что Надо Поставить Какую Точку Что То Сделать А Здесь Аркан Смерти На Древо Жизни Этот Путь Говорит О Перерождении Нашего Сознания Это Когда Человек Проходит Некое Такое Посвящение Его Посвящают То Его Сознание Изменяется Он Входит В некий Такой Транс После Которого Он Уже На Мир Не Может Смотреть Иначе Это Как Знаете Вот Опыт У Шаманов В Америке Айваска Вот Этот Грибы Когда Ты Их Принимаешь И Начинаешь Пересматривать Свою Жизнь И После Эта Твое Сознание Меняется И Ты Больше Никогда Не Становишься Другим Так Вот Здесь Про Это Для Чего Вы Носите Эту Маску Потому Что Вы Хотите Чтобы В Вашем Сознании Произошли Изменения Да Вот Здесь Прям Все Тела Скелет И Скелет Это Основа Это Как Она Называется Это Основа Нашей Личности Которая Не Изменяется Это То На Что Мы Можем Надеть Вот Эти Наши Тонкие Тела Все Тела У Нас Физическое Эфирное Астральное То Есть Эмоциональное И ментально Оно Меняется При рождении Перерождение А Выше Уровни И тела Каузальное Бутхиальное И так далее Оно Не Меняется И Скелет У нас Как раз Это Некая Основа На Что Мы Должны Одеть Эти Наши Тела Но Мы Сначала Должны Сбросить И Одеть Нече Новое У У вас Должно Произойти Изменение В сознании А поскольку Оно Не Происходит Мы Имитируем В физическом Нашем Мире Вот эти Все Изменения Что Я Изменился Я Что Во что-то Вкладываю Я готов Взаимодействовать Вы Как будто Бы Эти Изменения Делаете Моделируете То есть У вас У вас Не Происходит В голове Сознание Изменения А вы Как будто Вы моделируете В физическом Мире Через Действия Изменения Чтобы Потом Они у вас Произошли На Бессознательном Уровне Это Намного Сложнее Но Кто Как Умеет Да Хорошо Для чего Еще Вы Носите Эту Маску Вот Смотрите Вот Я Говорю Перерождение Сознания Посмотрите Девушка Да Какой У нее Красивый Вот Здесь Вот Этот Лотос Чистый Причем Она Носит С правой Стороны А Правая Сторона У нас Ответственно За Нашей Бессознательной Да То Для чего Для Того Что Вы У нас Происходит Для Чего Еще А Вот Здесь Вот Мы Ярко Посмотрите Ручки Да Как Защита Я Как Будто Защищаюсь Да Я Отвернут Смотрите Голова Я Как Будто Бы Отрицаю Для Чего Человек Здесь Руки Выставил Да Как Защиту Я Отрицаю Отвернулся Что Он Там Отрицает Да Для Чего Вы Носите Маску Что Вы Отрицаете А вот Здесь Эта Карта Мне Она Почему Все Время Напоминает Прометея Да Потому Что Здесь Крылья Как У Ангела Девушка Женщина Да И Она Держит В правой Руке Вот Этот Вот Факел Факел Для Меня Всегда Это Знание Вот Вы Как Будто Отрицаете Свои Знания Здесь Вы Не Идете Вот Смотрите У У вас Есть Желание Прийти К Звезде И в данном Случае Вы Хотите Прийти К Своему Предназначению Выполнять Его Передавать Какую-то Информацию Знания Но Не Получается Не Получается Вы Отрицаете Это Вы Не Принимаете Не Не Происходит Перерождение В вашем Сознании Да Что Вы Готовы Вы Внешне Делаете Это Позиционируете В том Что Вот Я Все Проанализировал Да Вот Здесь Я Все Рассмотрел Под лупой У меня Появилось Желание И я Как будто Бо Иду Я Наполненный Но Вот Это Слишком Слишком Земное Это Слишком Вот Такое Материальное Это Фальшивое А по Факту Надо Пройти Вот Эту Трансформацию Понимаете В своем Сознании Надо Изменить Своё Сознание Сейчас Кто-то Меня Спрашивает Как Мне Это Сделать Я Не Смогу Вам Здесь Сказать То Это Не Индивидуальную Консультацию Мы Посмотрим Как Вам Можно Пройти Все Таки Эту Трансформацию Где У кого Она У каждого Она Будет Своя В своей Какой-то Сфере Но В данном Случае Здесь Нам Показывает Аркан Говорит О том Что Это Связано Как-то С вашими Знаниями Это Связано С вашей Сутью С тем Что Очень Глубоко Заложено В вашем ДНК Почему ДНК Потому Что Здесь Все Таки Смерть А Смерть Это Основа Это Скелет Это Та Часть Нашей Сути Ну Мы Можем Сказать Назвать Это Душой Да Либо Это Наше Высшее Я Я Не знаю Как вам По-другому Какое Слово Использовать Чтобы вам Было Понятно То Это Наше Высшее Я А Вот Это Все Это Наша Ниша Я А Вот Здесь Это Это Наш Скелет Это Наше Высшее Я То Что Не Изменяется То Что Переходит Из Воплощения Воплощение То Вы Должны Докопаться До Этой Сути Так Глубоко У вас Должна Произойти Такое Глубокое Изменение Должно Произойти На уровне Вашего Бессознательного Как вам Снять Эти Маски Хорошо Давайте Посмотрим На Метафорических Картах Мы Посмотрим Сейчас Как вам Снять Эти Маски Знаете Вот Мне хочется Сказать Сначала Спросить Что Спрашивать Я и так Понимаю Вы Не Хотите Снимать Ну По Крайней Мере Не Готовы Но Все же Давайте Я Посмотрю На Этой Колоде Театр Кукол Хотите Либо Снимать Эти Маски Мне Кажется Вам С ними Комфортно Вы Не Хотите Но Все Равно Хотите Либо Снимать Так Что Здесь Написано Столкновение Вот Я говорю Хотите Вы Снимать Эти Маски Ага Столкновение Да Трое Это Тройка Мечей Три Три Иглы В Яблочко Попало Люди Столкновение Нет Нет Тогда Вам Будет Больно Понимаете Если Вы Снимете Эти Маски Тогда Вот Смотрите Здесь Сразу Решение Есть Для Те Кто Спрашивает Вот Если Вы Снимете Эти Маски Тогда Вы Сами Себе Прочините Боль И Вот Через Эту Боль Это Как Будто Бы С Наживую Снимают Кожу И Вас Снимают Вас С Этим Ранят Но Тогда Вы Будете Открыты Вы Будете Честны С Собой И Вам Нужно Будет Действовать Понимаете Вот Только Тогда Здесь Ощение Тому Как Будто Бо Вам Покажут Ваши Иллюзии Вас Ткнут В реальность Скажут Вот Она Реальность Не То Что Ты Себе Здесь Придумал А Реальность Она Иная И Вот Сняв С вас Маску Сделают Вам Больно А Вы От Этой Боли Убегаете Почему Потому Что Потом Вам Нужно Действительно Поменяться И Что-то Делать То Есть Там Потом Уже От Маски Не Прокатывают Я Извиняюсь За Жаргон Так Отступление Да Шестерка Эмоций Нужно Ли Вам Ну Вот Отступить Отчего Вам Нужно Отступить Двойка Энергии Того Чтобы Усилять Что Вы Здесь Усиляете Мягкость Ну Вот Вы Ж Боитесь Аркан Мягкость Видно Надеюсь Я Так Ставлю Я Понимаю Что Там Отсвечивает Что-то Блестит Вот В Этой Часть Нет Ну Ладно Мягкость Королева Эмоций Королева Кубков Вы Свои Эмоции Надо Ли Вам Снимать Вот Если Вы Выдержите Вот Эту Боль Которая У Вас Будет Вы Тогда Сможете Переродиться Все Понимают Что В Его Рожает Ну Комфортно Не может Быть И тот И другой Мучается Что Женщина Мучается С огромными Болями Что Ребенок Который Проходит Все эти Родовые Пути И Первое Дыхание Очень Полезненное Он Плачет Не потому Что Он Счастлив Что Он Родился В Этот Мир А Потому Что Впервые В жизни Воздух Обжигает Его Легкие И Все Внутри Горит Вот Этот Огонь Горит И Это Самая Первая Стихия Жизнь Вот С этим И Связана Жизнь Огонь Равно Жизнь И Дыхание Вдох Первый Вдох Который Он Берет Обжигает Ему Легкие То есть Обжигает Закаляет Приспосабливает К новому Миру И Вот Здесь Ощущение Того Что Вам Это Все Нужно Будет Прожить Эти Карты Были Выложены Для Вопроса Нужно Вам Снимать Маску Вам Решать Тогда Вас Будет Слишком Мягкость И Усилится Эти Эмоции И Отступать Уже Отступать Тогда Уже Будет Некуда Имейте Это Ввиду Будет Очень Больно Если Вы Снимете Эту Маски Потому Что Эта Маска И Она На Живую Снимается Так Как Снять Если Вдруг Все Так Решите Как Снять Так Где Мои Глагольчики Глагольчики Помогают Так Вытащим Глагольчик Как Снять Расслабляться Ага Посмотрите Расслабляться Ага Здесь Человек Вот С этим Топориком В крови А Здесь Вот Церквушка Нарисованы И кресты Как кладбище Попробуй Расслабься Теперь Смотрите Как Идет Кладбище И здесь У нас Аркан Смерти Выходил Карта Смерти Выходила Расслабиться Вот Так Сейчас Я вам Еще Прям Выложу Карты Как Снять Маски Как Снять Маски Два Глагола Выложим И Протрактуем Время Есть Да Как Снять Маски Перестать Защищаться Так Так И Приблизиться Ага Интересно Смотрите Что у нас Получилось Как Снять Маски Во-первых Нужно Расслабиться Расслабиться В чем Отпустить Убить То что То что Уже Не нужно Да То что Уже Отжило То что Мы говорили По Аркану Смерти И здесь Вот везде Кресты Нарисованы И циклушка То есть Здесь как будто бы Ну Кладбище Такое Да И Человек Расслабиться Перестать Воевать Перестать Бороться Перестать Сопротивляться Тому Что Уже Отжило Должно Уйти У каждого Это свое Дальше Что Поможет Как Снять Маски Защищать И здесь Мы видим Отец Защищает Своего Ребенка То есть Мальчик Папа Сидит Сыном То есть Ощущение Вот этой Защиты Родительской Защитите Своего Ребенка Потому что Не вы Не вам Больно Будет А вашему Внутреннему Ребенку Вы Окрепли А Ребенок Еще Слабый И здесь Хочется Сказать Приблизиться Посмотрите Здесь Как будто Некая Такая Сущность Которая Одолевает Причем Знаете Так Интересно Здесь Кукла Изображена На которой Одежду Нашивает Здесь Какой-то Некий Памятник А сущность Они Как будто Не подходят Друг Другу Так Вот видно Они Как будто Не подходит Они Из разных Категорий Да Он Кукла Неживой А здесь Какая-то Сущность Тварь Тварь от Слово Творение Что же Здесь Вот это Животное Как изображение Животное Животные Инстинкты А здесь Разум Холодный Такой Вот вам Нужно Приблизиться Соединить Соединить Когда мы Сможем Когда мы Перестанем Бороться Когда мы Расслабимся Расслабим Расслабимся И почувствуем Себя Защищенной Вот тогда Вы сможете Помирить Ваше Сознательное Бессознательное И пройти Вот эту Трансформацию Которую Здесь Нужно Пройти Здесь Как будто бы Перестать Да Перестать Бороться С самим С собой Здесь Внутренние Аспекты Идут Не Во внешние Да Принять Принять И то И другое Что все Имеет Место Быть Так Вот такой У меня был Расклад На сегодня Как я Говорила Под предыдущим Позициям Да Психологический Такой сеанс Не знаю Насколько он Вам понравился Вот Я люблю Экспериментировать Мне нравится И надеюсь Если мы с вами На одной волне Вам тоже Это не чуждо Так Три позиции Наслаждаться Радоваться Приближаться А уже Выше Солнышко Уже там Вам Ничего не видно Да Уже все Отсвечивает Я благодарю Вас за внимание У кого Утро Хочу пожелать Вам Прекрасного Настроения Солнечного Я всегда Говорю Солнечное Потому что Солнце Это Наш Врач Это наше Лекарство Это Витамин Д Это то Что Помогает Когда нету Солнца Люди Впадают В депрессию В эпатическое Состояние Солнце Согревает Солнце Освещает Поэтому Это наш Врач Природный Врач Именно По этой Причине Я желаю Вам Солнечного Дня Солнечного Настроения Кто только Начинает Свой день Кто уже Завершил Светлых 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 Вам Всем Снов А я с вами Прощаюсь До Нового Расклада Где вы Меня Уже Увидите Живьем Вот Живьем Я имею Ввиду Живьем Дохненькой Я имею Ввиду Меня Увидите А Расклады В таком Формате Будут Уже Ну я имею Ввиду Руки И карты Будут Теперь Уже В июле Месяце Потому что Я делаю Два Расклада Для Любителей Такого Формата Вот Кому Понравились Психологические Сеансы Напишите Я Может быть Повторю Еще раз Что-то Такое Аналогическое Психологическое Аналогичное Психологическое Прощаюсь Всем Пока Пока